В Москве 11.04. Приветствую всех, кто это утро среды проводит в спортивном режиме. Мы действительно на своем поле и немножко запоздал, но тем не менее, сегодня своих коллег поздравляю со вчерашним праздником, с Днём Спортивного Журналиста. Спасибо. И да, сразу представляю тех, кто у меня сегодня в гостях. Денис Целых, это обозреватель интернет-портала Чемпионат.ком. И Андрей Молосолов, человек, который возглавляет Всероссийское общество болельщиков. Возглавлял. Возглавлял, да. Ну, давайте будем вас называть вполне справедливым, я думаю, футбольным экспертом. Для вас, наверное, это будет наиболее правильное статусное положение. У нас сегодня 3 июля, и, соответственно, до стартующего 14-го числа Чемпионата России по футболу остается всего ничего 11 дней. Собственно, команды выйдут на поле для того, чтобы выявить лучшего, для того, чтобы порадовать или, увы, огорчить своих болельщиков. И, может быть, преподнести сюрприз, а может быть, занять место ниже предполагаемого в турнирной таблице. Итак, о том, чего нам ждать от стартующего Чемпионата России, о том, какие трансферные интересные события происходят на футбольном рынке. Об этом сегодня мы с вами говорим. Я думаю, что действительно футбол, как бы, может быть, не противились представители других видов спорта, все равно для нас остается спортом номер один. И все равно мы его любим, смотрим и расстраиваемся, и радуемся. Еще раз приветствую своих гостей. И, наверное, вопрос, что называется, с пылу с жару. Вчера Госдума приняла в третьем чтении у нас закон о болельщиках. И, собственно, очень многое меняется для тех, кто не только любит посмотреть за этим футбольным пиршеством с экранов телевизоров, но и тех, кто предпочитает смотреть это на стадионе. Андрей и Денис, к вам сразу вопрос обоим. Как вы его оцениваете с точки зрения жесткости или все-таки это справедливое для болельщиков, которые ведут себя неадекватно, предусмотрено наказание? Я оцениваю закон о болельщиках примерно так же, как я оцениваю такое же решение Государственной Думы. Сначала ввести нулевое промилле, а вчера изменить это решение по нулевому промилле для автолюбителей. И каждый раз при этом говорится о том, что это единственное правильное решение. Сначала нулевое промилле, а теперь оставить какие-то части этого промилле. Ну, я вас чуть-чуть поправлю. Там погрешность небольшая. Не возвращается. Да, по сути дела, чаяние автолюбителей таким образом были немножечко удовлетворены. Но примерно вот такого же качества закон, я думаю, приняты в отношении болельщиков. На самом деле, этот закон, точнее, свод поправок к законодательным актам носит репрессивный характер по отношению к болельщикам и не направлен на повышение качества футбольной инфраструктуры. Там ничего не говорится о ответственности организаторов и полиции за давки, которые у нас бесконечно происходят на футбольных матчах, за, так сказать, систему, порочную систему входа-выхода, значит, обеспечения безопасности, которая, ну, в принципе, у нас действительно обеспечивается на стадионах. Там драк нет, но при этом люди все меньше и меньше ходят на футбол. Не потому, что там фанаты матом ругаются или файры кидают, как вот такой штамп есть такой известный, но и потому, что в футболе практически современному человеку очень тяжело смириться с мыслью, что он ходит как будто бы, знаете, в какой-то дисциплинарный санаторий. То есть вы, Андрей, поддерживаете идею, что можно проявлять свои чувства по отношению к тому, что происходит на футбольном поле, практически, что называется, от вольного? Нет, не от вольного. Естественно, я за порядок на стадионе, и я не нормальный человек, и я не поддерживаю, чтобы кто-то кидал файры на поле в игроков и так далее. Однако же, вот в этом законе четко не регламентировано, за какие конкретно нарушения даются конкретные наказания. Например, 15 суток, например, штраф тот или иной. В каждом матче можно оштрафовать человека, и в каждом матче можно, так сказать, его посадить на 15 суток или отлучить на 7 лет от похода на стадион. Причем можно в дельте между киданием файра на поле и вывешиванием баннера против, предположим, вот мы с Денисом Целых сейчас разговаривали, ситуация в «Локомотиве». Он сам работал в «Локомотиве». Сейчас там болельщики протестуют против руководства, против трансферной политики. Это нормально, естественно, абсолютно для футбола. «Локомотив» — это какая-то больная тема в последнее время. И с точки зрения трансферов, и тренеров, и болельщиков, там как-то все не очень здоровое. В футболе нет результатов, как бы результат в футболе все определяет. И когда нет результатов, это и дает повод для многочисленных разговоров. Денис, одно дело, когда нет результатов, другое дело, когда хронически нет результатов. Это уже, значит, становится некой системой. И плюс ко всему, когда происходит открытый конфликт руководства с болельщиками, вот, понимаете, можно, еще раз говорю, можно наказать человека за матерную речевку, а можно, вот, человек вывесил баннер, я протестую против, там, такого-то легионера, или я призываю, там, руководство уйти в отставку. И вот именно за это его точно так же могут и на 15 суток, и еще куда-то. Хорошо, давайте спросим у вас, как у футбольного эксперта, как у человека, который имел непосредственное отношение к всероссийскому обществу болельщиков. Когда Госдума принимала этот законопроект? Вас спрашивали, вы высказывали свою точку зрения, может быть, в качестве гостей на пленарном заседании, может быть, вы составляли какие-то поправки и к вам не прислушались. Как это происходило? Вот это вот очень интересная тема. Я хочу сразу пояснить, что я был вице-президентом Всероссийского объединения болельщиков с 2007 по 2010 год, и, собственно, был в числе его создателей. А с тех пор, так сказать, я вот ушел из этой организации. Разочаровавшись? Ну, в результате, потом произошел известный раскол, да, и, в общем-то, конечно, после этого ВОП потерял практически все свои позиции. Да, там президент остался прежний, Александр Шпургин, но на данный момент его влияние на фанатскую, на болельческую среду, оно, объективно говоря, очень низкое. И вот сейчас вот как бы я занимаюсь вопросами болельщиков, да, там на неком таком уровне, да, в программе «Фан-зона». Это единственная телепрограмма о болельщиках на интернет-телевидении. И для болельщиков. И для болельщиков, да. И вот тогда, когда, предположим, нас приглашали вот на вот эти слушания, да, и мы, так сказать, свои аргументы какие-то высказывали, в общем, для многих присутствующих это было нечто необычное. То есть мы говорили простые вещи, о которых, в общем-то, как я думал, об этом и говорят. Но, собственно говоря, и независимое объединение болельщиков, и Всеволод Алексеев, который сейчас будет лидером нового профсоюза болельщиков, и многие другие специалисты говорили, что вот многие поправки, которые болельщики вносили, они не были учтены. При этом надо учитывать еще один важный факт. Это социальную апатию болельщиков, которые, знаете, так вот отнеслись к этому проекту, к этому закону, который определяет их же судьбу, очень апатично и очень, я бы даже сказал, безответственно. По вашему мнению, нужно было профсоюзам болельщиков, я не знаю, как угодно, или каким-то там лидерам ярко выраженным идти и высказывать свою точку зрения, и добиваться, чтобы прописаны были четко правила, за которые их штрафуют, за которые их отлучают, ну, грубо скажем, да, от футбола, в частности, если мы об этом говорим. И, собственно, ждать того, пока не будет принят законопроект в том виде, в котором они видят его правильным. Правильно? Так вы хотите? Трудно, так сказать, полулюбительским организациям болельщиков соревноваться с системой Государственной Думы все-таки, да, можно свои какие-то поправки вносить, он учитывается, но надо понимать, что этот закон писался лет семь. Он был сырой на всех этапах, его постоянно дорабатывали, доносили. Он сыр и сейчас, по вашему мнению? Он сырее, чем любая сырая запеканка. И я хочу сказать, что на самом деле мы ожидали от этого закона болельщики, да, и в данном случае даже я не как болельщик говорю, я говорю как специалист, профессиональный специалист по футболу, который в том числе занимается вопросами менеджмента в футболе, маркетинга и прочим. Я хочу сказать, что мы ожидали от вот этих законодательных актов некоего перелома вообще всей ситуации вокруг инфраструктуры футбола. Однако же, вот те же законы о болельщике, которые принимались на Западе, в том числе, вот нас любят кивать на Англию, да, когда Маргарет Тэтчер принимала закон о болельщике, который, кстати, был, между прочим, основан, вернее, движение изначально было основано на лжи, да, вот на трагедии в Натингеме, когда обвинили фанатов в той давке жутких, в которой погибло 100 человек, а потом выяснилось спустя 23 года, что была виновата в этом полиция. Ну ладно, тем не менее, все-таки Маргарет Тэтчер, когда принимала закон о фанатах, запрете хулиганских фирм и так далее, она при этом ввела ряд законодательных актов и ряд регламентных действий по изменению всей ситуации в футболе. То есть было требование построить новые стадионы, оборудовать их по-новому, чтобы они были оснащены видеонаблюдением качественным, чтобы полиция имела жесткие, так сказать, там, полномочия, но при этом, так сказать, и с полицией могли спросить. Сейчас у нас такого нету и не предвидится? Нет, сейчас такого нету, извините, если на матче суперфинала, там, на матче, вернее, уровня, скажем, Ростов-ЦСК, болельщики заходят на матч полтора часа, если я, например, условно говоря, в Химках иду на матч ЦСКА-Динамо, я в данном случае, как болельщик ЦСКА вам рассказываю, таких примеров миллион могу привести, я, как болельщик ЦСКА, ну, уже респектабельные возрасти, да, там, иду со своими друзьями, да, на фанатскую трибуну и захожу на нее 40 минут, и 40 же минут выхожу, и, соответственно, вот в этой давке, в этой толчье бесконечной я даже не выхожу с трибуны, чтобы там покушать какой-нибудь там чизбургер в перерыв, потому что обратно так же приходит, придется как гусить, да, вот так вот сжавшись. А скажите мне, это, может быть, все-таки стоит принимать законы так, чтобы равная ответственность все несли, и хулиганы на трибунах, и те, кто допускает к лицензированию такие стадионы, и сотрудники полиции, которые допускают нарушение прав болельщиков. Ох, чувствую, наступили мы на супербольную мозоль у нашего сегодняшнего гостя, у Андрея Малосолова. Это мозоль всех болельщиков. Болельщиков. Тем не менее, напомню, что у нас есть телефон в студии, работающий, 65 10 99 6, код города 495, либо вы можете позвонить, либо написать свой комментарий на сайт Финам.фм, на страничках программы на своем поле, и эту болельщикую, больную тему и все остальные продолжим буквально обсуждать через пару минут. Возвращаемся в студию. Задели за больное, задели за самое, наверное, такое острое и раненое. Мы говорим сегодня про принятый, в том числе, и закон о болельщиках. Говорим о том, чего нас, как болельщиков, может порадовать, что нас может порадовать, или что, наоборот, расстроить стартующим буквально через 11 дней чемпионате России по футболу. У нас в гостях Андрей Малосолов, футбольный эксперт, и Денис Целых, это обозреватель интернет-портала чемпионат.com. Денис, мы вот тут за кадром выяснили, что вы, в общем, поддерживаете такую несколько, даже, не знаю, критикующую позицию Андрея к этому закону. Вот меня больше, знаете, еще интересует ваша точка зрения на предмет продажи билетов по паспортам. Ну, в первую очередь, интересна сама технология, цепочка, как все это будет происходить. Потому что сейчас Андрей сказал о том, что огромные очереди, огромные очереди на постпах к стадиону, потому что у нас многие болельщики, ну, по старинке покупают билеты не заранее, приезжают к самому матчу. И представляете, какие очереди будут, и как долго. То есть болельщики тогда, возможно, некоторые будут попадать на стадион даже не к началу второго тайма, а, может быть, к середине. В принципе, это, ну, надо что-то делать, понятно, потому что прошлый сезон, но он показал, что отдельные группы болельщиков, фанаты, они чувствуют полнейшую безнаказанность, понимают, что могут позволить себе все, что угодно, что в итоге вылилось во всем известную историю с Петардой. Да, и ясное понимание, что надо что-то делать. Но в любом случае какие-то вот такие резкие, резкие меры, может быть, не во всем продуманные, но не факт, что они дадут необходимый результат. Потому что, опять-таки, ну, множество вопросов вызывает, в том числе вот этот закон, потому что, ну, надо понять, за что именно будут наказывать болельщиков. То есть каждый раз будут отталкиваться от конкретного прецедента. Или, допустим, ну, можно понять, что человек бросил фаер, его поймали. Но болельщики часто скандируют непристойные речевки. Как вот, допустим, будут выдергивать с трибуны самых активных, кто кричит и... За это и поплатятся. А вы скажите мне, как эксперта, я вот так и не прочла нигде в СМИ, чем закончилась история с тем болельщиком, который кинул в шуне на петарду. Его нашли? А вот это как раз очень серьезный вопрос. Вот сейчас Денис сказал о том, что болельщики, пользуясь безнаказанностью. Вы знаете, я хотел бы посмотреть на болельщиков, который бы безнаказанно на трибуне сотворил бы что-нибудь супер-варварское или что-то супер-хулиганское. Вот буквально на днях завершился, кстати, судебный процесс, да, по которому были осуждены три человека, да, получили хоть и условные, но реальные сроки, да, так назовем. Это как раз вы говорите про болельщиков, которые были замечены в... Которые, да, которые, когда там, по-моему, года полтора назад устроили драку перед матчем Дерби, ССК «Спартак». Вот, слава богу, что, так сказать, люди там не отправились надолго, надолго там в места лишения свободы, потому что все-таки находиться в нашей тюрьме даже один день, это серьезное, да, данное испытание. Но, тем не менее, они получили, так сказать, да, за то, что совершили. Вот, а что касается случая с «Петардой» в Химках тогда, да, так вот, я еще работаю в РФС, прекрасно знаю, когда лицензировали стадион в Химках, да, сколько там видеокамер, как они нацелены на трибуны, да, там на нас. Ну, там можно разглядеть, извините, штамп такой, да, пуговицу можно разглядеть, что у вас на пуговице написано. И до сих пор не разглядели того, кто... Почему не вычислили этого болельщика, это большой вопрос, и вообще, как бы, если вы заметили, именно после этой петарды усилилась дискуссия вокруг этого закона, раскрутился скандал и так далее и тому подобное. Потому что, пожалуй, это был очень яркий и самый неприятный из последних случаев инцидент, когда болельщики между собой, это одно, когда страдает игрок, это совершенно другой резонанс. Скорее, скорее, по-другому. Я думаю, что вполне рукотворное событие произошло вот на этом матче. И если, видимо, там, не знаю, там видеокамер 10 направлен на фанатскую трибуну, если не смогли вычислить человека, так сказать, да, там, которого можно вычислить очень легко, значит, они не хотели вычислить конкретного исполнителя этого деяния. Кто не хотел? Я не знаю. Те, кто обеспечивает эту безопасность, или, может быть, что-то произошло, может быть, сверху дали какое-то указание, может быть, снизу дали указание. Я этого, я вот в эти конспирологические версии стараюсь не влезать, просто я, еще раз говорю, я знаю, вот, постойте на фанатской трибуне рядом с полицейскими. Как только сжигаются фаеры, там, или что-то происходит, какое-то волнение, через три минуты сотруднику полиции из специальной комнатки, где вот находятся вот эти все пульт видеонаблюдения, приносят распечатки с лицами всех людей, которые в этом задействованы. Через три минуты, поверьте мне. Ну, не прошло и нескольких месяцев. Не прошло, да, нескольких месяцев, как все это приняли. Но давайте там, может быть, уйдем от конспирологических версий. Да, давайте, давайте уйдем вообще от темы болельщиков. Об экономике, поговорим о футболе и так далее. Но, тем не менее, говоря об экономике, о спорте, да, о футболе, в частности, мы тему болельщиков никак не можем упомянуть. Мы просто по горячим следам идем, вчера ее приняли, вот эту вот новую версию закона уже в окончательном чтении. Значит, что хочу сказать по поводу для меня лично стартующего чемпионата России, следующего, то, как мне кажется, он будет знаковым. Вот я, как человек совершенно мерзлявый, совершенно не переносящий холода, конечно, с ужасом думаю об этой системе осень-весна. И очень надеюсь, что здравомыслие о Николае Толстых позволит этот сезон сделать крайним по вот этой вот совершенно, простите меня, дурацкой системе. Когда мы летом отдыхаем и загораем на пляже в Марьборе, например, или потом в поздней осенью, как написано в законе, это где-то 15 декабря, играем в томи, когда принимали новый вот этот вот календарь РФПЛ. Как вы относитесь к стартующему сезону с точки зрения вот Николая Толстых на посту РФС и с точки зрения системы осень-весна Дениса? Ну, в первую очередь, важно понять, что и раньше играли примерно в такие же сроки, просто поменялись круги. Но объективно, каждые два года проходит крупное соревнование, такое, как чемпионат мира, чемпионат Европы. В любом случае, июнь месяц чемпионат России не проводится. То есть кардинальным образом нельзя сказать, что что-то поменялось, даже если я специально смотрел, когда начинались предыдущие чемпионаты, когда сейчас начинается весенняя часть этого чемпионата. То есть нельзя сказать, что прям вот кардинальные изменения произошли. Может быть, если сдвиг случился, то всего лишь на неделю. То есть 15 декабря в томи, несмотря на то, что в календаре пытались? Это уже вопрос, почему? Это вопрос тем людям, которые составляли календарь. Конечно, надо использовать такой разумный фактор. В данной ситуации надо было постараться избежать этого матча, потому что, конечно, это будет не футбол, а антифутбол. Даже вот, я помню, «Зенит» и «Анжи» играли в конце прошлого года. И там была вообще какая-то сюрреалистичная картина. Играли на морозе, без зрителей, и такие игроки, как «Халк» и «То». Вот я зимой делал «Трюссетон», сказал, что это был самый уникальный матч в его жизни, когда он играл без болельщиков, еще и в такую холодную погоду. Для вас, как для специалиста, вот то, что показывают футболисты в этот момент на поле, это футбол или это издевательство и пародия над хорошей, в общем, игрой? Ну и раньше, как вы помните, существовало такое понятие, как весенний футбол, и многие даже команды строили свою подготовку, отталкиваясь от того, что весной надо набрать максимальное количество очков, то есть закладывался определенный фундамент физической подготовки, и многие команды таким образом за счет удачного старта у них получалось уйти в отрыв, не обязательно лидер, зачастую именно как раз команды из провинции, темные лошадки выскакивали, потом на этом багаже уже могли спокойно держаться, кто-то решал свои задачи. То есть в любом случае такое понятие существовало. То есть здесь выход-то как раз в том, что как-то строить стадионы, улучшать инфраструктуру и... Возвращаемся к извечной теме, к стадионам, которые у нас, к сожалению, не слишком приспособны. Которых нет, потому что развитие футбола, оно все-таки, развитие футбола, это продукт, но все-таки инфраструктура отстает здесь. У нас приглашаются супер-игроки, супер-тренеры, а вот условия, где они могли бы играть, показывать свой талант, ну пока практически нет. А пристно-памятный матч во Владивостоке, вы помните, когда играли по коленочку? На самом деле и во Владивостоке, и многие другие матчи. Я помню, 2001 год, знаменитая снежная дерби ЦСКА «Спартак», там по колено снега действительно... 2002-й, Андрей, как ты мог забыть? 2002-й? Да, 2002-й. Я был на этом матче, после этого я принял решение купить самые теплые одежды, которые только были в этот момент в Москве, а так вот замерз. Но дело в том, что можно как угодно говорить о зимнем или весеннем футболе, но мы можем поменять состав команды, можем тренера поменять, но погоду мы поменять, и сезоны никак не могут. Но приспособиться мы можем не только к погоде, мы же делали этот переход в связи с тем, что наша сборная должна получить максимально удобное время для подготовки игроки, которые в клубах играют и входят в сборную, мы же под них подстраиваемся. Смотрите, вот я лично полагаю, и проработав в том же РФС, всегда задавался этим вопросом, почему мы не используем... Понятно, что у нас таких манеж всего два на всю страну, да, это в Москве Олимпийский и, так сказать, в Питере, как он там называется, я забыл, ну, тоже вот у них манеж на 25 тысяч, так сказать, да. Почему не используются эти площадки для игры вот в зимнем футболе? В Москве в Олимпийском 35 тысяч вместимость, уютнейшее место, да, а, в общем-то, там какие-то концерты происходят, книжные выставки, что тоже неплохо, в принципе, да, но тем не менее, почему ни Российский Футбольный Союз, ни Премьер Лига не заботятся, в конце концов, вопросом аренды этих очень приспособленных... Потому что у нас два таких на всю страну, а у нас есть команды и из Томи, у нас есть команды и из АМК, из Перми, да. У нас есть даже команды из Рубина, Казань, да, которая тоже часто выступает в Москве, потому что у них в какой-то момент не готово поле, причем она у них может быть не готова и в феврале, и в марте, и в мае. Ну, причем, кстати, заметьте, что у Рубина как раз вполне приличный манеж. Вот, который сейчас построен, но он только сейчас построен. Вот, пожалуйста, вот третий манеж и еще один маленький манежек на 3000 у Урала-Экстенбург. К слову, мне сейчас очень любопытно, какое будет состояние газонов в этом году. Я объясню, почему я поднял эту тему, потому что Лужники. Раньше была такая палочка-выручалочка, как что, ну, как бы, команды начинали многие в Лужниках, Еврокубки тот же Рубин и Анжей тоже играли в Лужниках. То есть этот газон, ну, он мог выносить, ну, потому что он искусственный газон, можно было играть бесчисленное количество матчей. Сейчас на Локомотиве будут играть Спартак и Локомотив. Регулярно используют этот газон, то есть раз в неделю как минимум, а с учетом того, что Спартак будет играть в Еврокубках, то и больше будет нагрузка на этот газон. Это бедный многостадальный газон, и люди, которые, соответственно, руководят этим процессом, столько критики получили в прошлом сезоне. Я не понимаю, за счет чего тогда будут изменения к лучшим в этом году. Хотя говорят, что сейчас какие-то, действительно, будет, как обещают, что сейчас наконец-то на Локомотиве будет нормальный газон. Но посмотрим, потому что обещания-то давно идут. Хорошо бы Локомотиву не только нормальный газон, но и хорошую клубную систему, да, решить вопрос с президентом. Газон бросается в глаза, и все его видят, все его с готовностью обсуждают. И это такое бельмо, конечно. Давайте мы о том, что мы будем ждать в следующем сезоне от клубов, в частности, и от трансферной политики. Меня это тоже очень интересует. Поговорим через две минуты. Оставайтесь с нами. Ох, и горячо у нас сегодня в студии. И не только, в общем, за окном. Плюс 30 у нас тут тоже яркие и яростные обсуждения того, что нам ждать от стартующего буквально через несколько дней чемпионата России по футболу. Если вы хотите принять участие в нашей дискуссии, милости просим 6510996, код города 495, либо свои комментарии можно оставлять на сайте нашим Финам.ФМ на страничке программы на своем поле. Сегодня в гостях у нас футбольный эксперт Андрей Молосолов и Денис Целых, обозреватель интернет-портала чемпионат.ком. Чего вы, уважаемые мои гости, ждете от стартующего чемпионата России? Да, но в первую очередь ждут жесточайшей конкуренции, просто-таки жесточайшей, потому что у нас есть чемпион ЦСКА, команда сыгранная, команда, которая устоявшаяся, команда, которая в любом случае имеет под собой какую-то основу, крепкий стержень. И имеем немножко расстроенный Зенит, который... Но теперь уже с Тимущиком. Да, с Тимущиком, но без Денисова, да. И без Симака. Да, без Симака, без Брунелова же, зато с Аршавиным. Много перемен, да. Ой, про Аршавина не надо. Но главное то, что питерцы в каждом интервью говорят, что вот это была досадная случайность, всячески подчеркивают, что второе место не для них. И всячески подчеркивают, что готовы они вновь сверкнуться из Кастрона и стать первыми. Вот это их место, их заслуженное место, которое по недоразумению у них отняли армейцы. Но при этом есть Анжи, конечно, это суперусиление, просто это бомба. Такого межсезонья, вот я давно уже не помню, когда было бы столько громких сделок, и в эпицентре, в эпицентре вот находится именно Анжи. Были проблемные позиции у этой команды. Хидинг подчеркивал, что две главные проблемы. Это первый — центр обороны, вторая — нужен игрок в линию атаки, потому что, ну, это, конечно, звезда, но нужна, видимо, команде перспектива, он все-таки не молодеет, нужен какой-то сменщик и так далее. Вот закрыли одну позицию, вернулся Самба, которого многие называют лучшим центральным защитником в России. Это, конечно, спорно, но отрицать то, что он обладает рядом очень сильных качеств, это глупо. И вот сейчас, скорее всего, ну, я не вижу причин, по которым Кокорин должен остаться в Динамо. Скорее всего, да, придет Кокорин. При этом, при этом не было абсолютно, не была проблемы в Анжи позиции опорного полузащитника. Там есть два очень сильных опорника, Джусиле и Диара. Есть еще сменщик Ахмедов. То есть, четыре человека на место теперь получается. Но приобретение Денисова, это, конечно, тоже никто его не ожидал в той ситуации, хотя было понятно, что игрок недоволен своим положением, извините, но это укрепление, потому что это именно стержневой игрок, и все это подчеркивают. И вот с таким усилением, ну, многие называют сейчас именно Анжи главным претендентом. На кого вы ставите, Денис? Ну, сложно сказать, но мне кажется, что вот Анжи сейчас, сейчас на данный момент, это очень вероятный претендент чемпионства, потому что я сейчас побывал на сборе. Они вложились этим летом не только в покупку игроков, они кардинальным образом обновили тренерско-административный штаб, пригласили несколько тренеров по физподготовке, массажистов, физиотерапевтов из-за границы, которые работали в крупнейших клубах в Ливерпуле, в Арсенале, потому что, что скрывать, это весной у Анжи случился провал. Команда могла, могла сыграть лучше в Лиге Европы, хотя и так прошла достаточно далеко, могла. В чемпионате так и вовсе зимой многие думали, что Анжи поборется с СССР за первую строчку, а в итоге пошли такие поражения, как от Мордовии, от Краснодара. И, ну, не секрет, что действительно многие посчитали, что основной причиной стала неудачная физическая подготовка команды, отсюда и травмы, отсюда и то, что команда оказалась не готовой. То есть вы делаете прогноз, что такого кошмара, вот провального в этом сезоне не будет, что у клуба чемпионская амбиция? Ну, мне интересно, прежде всего, посмотреть на это, потому что очень много сейчас людей, которые за это отвечают. С одной стороны, с одной стороны, конечно, есть поговорка, что у семи нянек дитя безглазно, с другой стороны, ну, наверное, все-таки какая-то структура будет, и, может быть, люди будут каждые ответственны на своем участке. У меня к вам один вопрос. Вы, Коля, упомянули про переход Денисова. Как вы считаете, это конфликт со спалети или это погоня за длинным рублем? Ну, каждый переход надо рассматривать в комплексе. Тут многое можно брать. Ну, конечно, для болельщика это, в первую очередь, поход за длинным рублем, но надо понимать, что не все так спокойно в зените, и видно, что у спалети нет такого прежнего контакта с игроками, который был раньше. Много памятных историй было. Что же говорить, если даже не только с россиянами какие-то странные истории случались, но и до ней позволяется уходить с поля, не пожимать тренеру руку. Ну, то есть не все, гладко в зените. Но и для Дениса, он человек, я так понимаю, амбициозный, для него было, может быть, для мужика в данной ситуации, вот я пошел, я не буду уходить на попят, но я до конца буду идти на свое... Я докажу, я в Анжи буду лучшим, и в данной ситуации для него был вопрос принципа. Сейчас, а болельщики зенита, тот же самый обструкции, который когда-то подвергся быстров, они не устроят Денисова? Ну, естественно, устроят, потому что можно вспомнить, какая обструкция была у того же Жиркова, когда был матч сборной, потому что Анжи это специфичный регион, во-первых, во-вторых, это, ну, естественно, команда выскочка, как ни крути, потому что, ну, еще три сезона назад играл в первой лиге, сейчас... Команда денежный мешок. Да, команда денежный мешок. Вот эти три фактора, ну, понятно, почему к Анжи относятся так плохо. А тут Денисов еще свой воспитанник, перешел, естественно, будет обструкция, понятно, хотя пока еще у Зенита и Анжи нет такого антагонизма, какой был, есть и остается у Зенита и Спартака. Андрей, что хотели добавить? Я хотел добавить, я считаю, что, значит, сто три претендента на золото будет в этом сезоне, причем очень концентрированы это ЦСКА, Анжи и Зенит. Ну, вот, очень интересно будет посмотреть на их борьбу в связи вот со многими обстоятельствами. Вот, мы знаем, что Зенит, так сказать, не добился более высокого достижения в этом году, точнее, мы не знаем, мы догадываемся, потому что произошла ситуация, при которой хвост рулил собакой, там, вилял собакой, скажем там, когда, там, скажем, игроки, пользуясь своим определенным статусным положением, возможно, да, диктовали свою волю или, там, выкладывали на общую поверхность, там, свой протест против чего-то и того-то. И вот Зенит, как мне кажется, поступил достаточно грамотный менеджмент Зенита, да, когда начал избавляться от игроков вот с подобной репутацией. Ну, это вот... Конфликтами в крови. Ну, не в крови, а вот появилась такая ситуация, при которой, да, футболисты посчитали, что их клуб, является, наверное, их вотчиной. Я, возможно, ошибаюсь, да, мы же все кухни не знаем до конца, но есть такое все-таки ощущение, что оно так может быть. И поэтому клуб избавляется от Денисова, во многом еще и достаточно выгодно его продав, и по Анюкову, насколько я знаю, и по некоторым другим игрокам такая же идет позиция. Но вместе с тем возвращает Аншайна, который тоже не сахар, прямо скажем. Ну, возвращение Андрея Сергеевича, которому я раньше относился достаточно, скажем так, негативно, а сейчас считаю, что если человек хочет, так сказать, закончить карьеру в этом клубе, почему нет? Потому что самое плохое, что можно желать в этой жизни человеку, это лишиться заработка, работы, какого-то восприятия. Послушайте, Аршавин сам к этому пришел, его никто не толкал. Да, безусловно, безусловно. Тем более, что он сейчас не в таком положении, чтобы диктовать какие-то условия, потому что... Он шел к этому последовательно, долго и, в общем, добился своей цели. Но дело в том, что вот Зенит, когда избавляется от вот этого груза такого определенного, как мне кажется, еще раз подчеркивает мое субъективное мнение, то этот же груз, эта энергетика переносится на Анжи, который, в общем-то, в какой-то степени команда, конечно, сейчас просто фантастическая. Просто фантастическая. Ну, согласитесь со мной, что уже, я об этом каждый раз говорю, есть масса примеров и в мировом футболе есть тот же Мадрид Реал, сборище звезд, которое иногда не может ничего. Не окажется ли Анжи в таком же положении? Дело в том, что в сборище звезд они попадают в клуб, в котором четко выстроена клубная философия и идеология. И причем она выстроена там с какого-нибудь 1900, там, первого года. И, собственно, каждый новый приходящий президент клуба следует этой идеологии, философии. Он не становится там Краснобаем каким-то или там ханом, который управляет этой командой. Нет, он четко ведет свой корабль согласно той философии, которая была разработана. У Анжи такой нет пока? Я, опять-таки, не знаю, какая внутренняя философия в Анжи, потому что это внутренняя кухня. Она всегда... Закрыта, конечно. Закрыта, да. Особенно, например, в ЦСКА. Но, опять-таки, создавалось впечатление, что в Анжи хвост также рулил или вилял собакой, потому что мы видели, да, во что превратился, ну, как мне лично кажется, такой талантливый футболист, как ЭТО. Мы видели, что сбавил свои, так сказать, позиции там Жирков и многие другие футболисты там пришли, стали получать колоссальные какие-то деньги, но, с моей точки зрения, никто в клубе Анжи, вот из высокоплаченных игроков, вот не отработал, что называется, свой контракт. Хотя со мной могут многие спорить. Вот яркий пример там Муциско, который не, который просто удивительным способом стал чемпионом и обладателем кубка, да, в котором половина состава хронически была травмирована, да, и когда, в общем-то, были на лицо какие-то определенные проблемы, но это был самый сыгранный коллектив. И здесь вот можно говорить про Слуцкого, хорошие или плохие слова, но очевидно, что в конце концов сыграл свою роль, в общем-то, волевые, волевые до качества президента Гиннера и вот этот вот сплав коллектива, сильные игроки, каждый игрок, игрок сборной, национальной, понимаете, своей страны, да, поэтому я думаю, что, конечно, вся борьба развернется вокруг вот этой троицы. Я не вижу пока что по объединенному турниру пока не могу сказать, что... Это какой-то позор, а не объединенный турнир. Почему? Я не согласен, кстати. Я сейчас выскажу свое мнение. По объединенному турниру я пока не вижу, чем может усилиться Спартак, вот он не... Слушайте, вот вы задели ту тему, которую мне бы очень хотелось обсудить, потому что три клуба у нас есть, но у нас есть Спартак, который заслуживает, мне кажется, достаточно большого внимания, потому как он и в прошлом сезоне себя вел так ярко, скажем так, иногда со знаком минус, иногда со знаком плюс. Да, Денис? Да, я вот хотел бы высказаться о Спартаке, потому что вот в Спартаке как раз не видно какой-то четкой генеральной линии. Вот уже несколько сезонов. Это проблема тренерского штаба, проблема руководства, проблема игроков. Это проблема энергетики. Это проблема, ну может быть, энергетика, это проблема завышенных ожиданий, которые от Спартака все время хотят результаты здесь и сейчас. Ну это логично при таком бюджете. Но Спартак всегда себя позиционирует как клуб многократный чемпион страны. И поэтому каждый раз ищется какой-то универсальный рецепт, универсальный рецепт, который мог бы позволить Спартаку наконец-то вот сейчас, вот сейчас, именно сейчас стать чемпионом. Поэтому так часто меняются тренеры, поэтому вот такие шарахания, ну в том числе вот и в поиске игроков новые, новые игроки приобретаются, старые отдаются, вот постоянно ищутся. Вот сейчас, сейчас вот мы этих обязательно купим и Спартак вот станет, станет лучшим. Меняется сейчас схема, опять-таки вот очень долго наигрывал Карпин зимой схему 4-2-3-1, но весной всего лишь четвертое место, хотя провозглашалось, мы сейчас выиграем все один с матчей, после первой победы, когда, помните, Мусисян сделал хитрик, мы сейчас выиграем также все одиннадцать матчей и станем чемпионами. Вот. Не получилось. Сейчас Карпин говорит, что новая схема 4-3-3, может быть вот она, вот она, она то самое, что принесет Спартаку заветное. А возможный трансфер Магиди из Спартака? Ну ни на что не повлияет, ни на плюс, ни на минус, только на клубную кассу. А что касается Спартака, вот Денис вот так сказать пространно выступил и сказал по схемам. Знаете, есть вещи, которые вообще не поддаются никакому логическому объяснению. Вот можно вложить сколько угодно денег в Динамо и Спартак, но вот что-то там с энергетикой случилось. Батюшку, может быть, надо звать или не знаю, какую-то мулу там. Я не знаю. В общем, что-то надо вот чистить карму, как говорится, да. Я не понимаю, вот логическому объяснению это не поддается. Но Спартака, как ни крути, все-таки не самые плохие результаты. Было несколько, понятно, что все привыкли в Спартак чемпион. Но при этом, если сравнить Спартак с Динамо, с Локомотивом, ну, заметно лучше эта команда. Давайте вспомним, когда последний раз был Спартак чемпионом. Соответствует цена и качество 10 лет назад. Так что о чем речь? Мы до сих пор на старом выезжаем. Спартак не тот клуб, который бы, скажем, экономил. У него очень приличный бюджет, у него приличные вложения. У него, в конце концов, самая большая в России армия болельщиков. Вот сейчас, например, я слышал, самое большое количество абонементов, то есть годовой взнос, который гарантирован. Клубы уже больше 10 тысяч. Я думаю, что до 15 тысяч они, наверное, как-то добьют. Это, кстати, очень хорошая цифра. И, кстати, по вопросу... Стадион Локомотив вмещает всего 28. Ну, как раз половина будет. Вот, кстати, к вопросу о фанатах, которых у нас так не очень ценят. Но вот 80% приобретателей этих абонементов это фанаты. Слушайте, ну это как нужно любить собственный клуб, чтобы, не дождавшись от него результатов ни 5 лет назад, ни 7 лет, все равно продолжать любить и ходить? Я любил ЦСКА, который в советское время 4 года пробыл в первой лиге. Я вот ходил на матчи с командами типа звезда Джезак и Котайк Абавян и вот как-то выжил. Понимаете? 90-е годы. О настоящей любви к футболу поговорим буквально через пару минут. Обсуждаем сегодня с нашими гостями, стартующие буквально через 11 дней чемпионат России по футболу. У нас Денис целых и целых, простите, прошу прощения, Денис, обозреватель интернет-портала чемпионат Кома и Андрей Малосолов футбольный эксперт и доброе утро, добрый день тем, кто к нам присоединился. Мы с вами про всего 4 клуба успели, уважаемые гости, поговорить. Буквально по нескольку слов те клубы, которые меня интересуют. Это Амкар с Черчесовым, чего вы ждете в нынешнем сезоне от этого клуба и ситуация с Локомотивом, который прошлый сезон провел самым ярким, только с отрицательной отметкой. Ну, от Амкара чего-то кардинального я точно не жду. Черчесов не исправит ситуацию, не выведет в число. А что ему исправлять? Команда крепкий, середняк. Вверх не поднимет за ушки, не вытянет? Ну, надо понять, вот, кого он там собирается вытеснять, во-первых. Во-вторых, очевидно, что в Амкаре наметилась смена поколений. Черчесов принял решение расстаться с ветеранами. Это всегда процесс, ну, достаточно болезненный. Вот сходу, ну, нет оснований, мне верить, что сходу покатит. Мне кажется, что на второй сезон может быть, действительно, на что-то можно рассчитывать, опять-таки, важно понять на что, но Амкар уже был, у нас ЮР-кубка занимала четвертое место, с Божьей, чем тогда вот, как раз пошло. Но сейчас вот у меня нет оснований предполагать, что Амкар вот в этом году именно удивит. Мне кажется, останется. Ну, та же самая история, потому что должны какие-то быть предпосылки для того, чтобы был шаг наверх. А какие предпосылки? Вот кем усилился Локмар? Расстался он с Глушаковым. Человек, который провел неоднозначный... Михалик и Ткачев. Да, Михалик, который был не нужен киевскому «Динамо» и Ткачев. Вот мы знаем там губернатора Краснодарского края Ткачева, но вот футболиста Ткачева знаем хуже. Он, по-моему, в Урале же играл, он из Файнел. Речь даже сейчас не о том, о конкретном Ткачеве, конкретном Михалике. Важно понять, что конкретно... Должны быть изменения какие-то, какие-то изменения, чтобы надеяться на лучшее. А поменяли тренера, да. Да это какой уже по счету? Да, какой по счету? Ну вот чего ждут конкретно от Кучука? Чем он лучше? Допустим, того же Коусейру, который там был. То есть Биличу вменяли нехватку опыта с клубными командами. Только работал только со сборной. Не опыта ему вменяли, а то, что он слишком мягкий и интеллигентный. Ну это в конце, как выяснилось. Хотя производил изначально впечатление... Наш футболист любит плеть. Изначально производил впечатление такого брутального человека, но, видимо, без плетья никуда. Но, как бы то ни было, очевидно, что в прошлом году, в прошлом сезоне микроклимат не самый хороший в Локомотиве. То есть даже по отдельному интервью можно сказать, что Тарасов предъявляет претензии партнерам, что люди не борются. Ну, видно, что не все, слава богу, в этой команде. Кучук, ну, те люди, которые с ним общались, говорят, что действительно какой-то вдумчивый специалист. Может быть, что-то он и даст, но какого-то прорыва, ну, просто, ну, вряд ли стоит ожидать. Ну, это грустно, потому что Локомотив, команда хорошая, Локомотив, который может бороться и за место в Еврокубках, вдруг так отвратительно играет. Отвратительнейшим простым образом смотреть на это грустно, стыдно и неинтересно. Если вы были хотя бы на одном матче Локомотива, вы могли позевать там. Это кризис в клубной философии, о чем мы говорим. Вот в ЦСКА есть клубная философия, клубная психология и клубное уважение к клубным традициям. А в Локомотиве поломалась она. Вот она в какой-то момент поломалась, и из семьи этот клуб превратился вот в какую-то, знаете, из хорошей семьи превратился в семью, где родители разводятся. Что касается, скажем, других команд, вот мне бы было бы, вот Денис сказал, что не ждет от Амкара там чего-то. А я вот, например, работал с Черчесовым в Сочинской жемчужине. Я хочу сказать, что недооцененный пока тренер, очень сильный тренер, очень, точнее, так сказать, очень сильный такой мужик вот Черчесов. Горлукович тоже очень сильный мужик. Ну, разные есть сильности, есть харизматичность, а есть сильность тактическая и практическая. Вот мне было бы интересно посмотреть на Амкара в том смысле, что это самая бедная команда премьер-лиги, и вот как раз вот посмотреть, как можно за 20 миллионов долларов построить хороший коллектив из просто нормальных таких уральских парней, которые там будут биться, что называется, за тренера, за себя и так далее, за будущее, кстати, свои контракты. Вот, мне интересно посмотреть на Кубань, потому что уникальный коллектив, в котором практически нет ни одного известного имени, да, вот они вышли в Еврокубке, не проиграли в этой весной ни одного матча. Мне интересно, как ни странно, посмотреть на Атерик, потому что там будет Красножан. и вот что будет представлять из себя этот тренер, которого вот так вот три раза выставляли, но при этом как бы никто не сомневается в его профессиональных качествах. Кубань сейчас очень... Пусть покажет, что он, так сказать, проявит. А вот, честно говоря, я пока не вижу, кто сможет вмешаться в эту гонку первой тройки, которую я сказал. Динамо, очевидно, конечно, будет испытывать серьезные проблемы, потому что атакующий человек у них, видимо, переходит, да, ну и опять-таки карма. Карму надо чистить, Динамо. Андрей, как большой фанат ЦСКА, видит проблему во всех клубах, вот только в ЦСКА все чисто. Все матч? Команду золотой дубль выделила. Нет, 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 во-первых, я никогда не говорил, что в ЦСКА все чисто, и более того, весь сезон я буквально, так сказать, стенал, да, по поводу господина Слуцкого, то есть нашего главного тренера. Но поскольку он добился этого, да, результат на табло, и я поэтому в этих ЦСКА говорю так, я тихо отхожу в сторонку. ЦСКА практически не усиливается, потому что есть Лига Чемпионов, и как мы видим, что многие игроки в ЦСКА, ну, к сожалению, есть такая вещь, как травматизм. Да, взяли Думбия за хорошие деньги, но при этом, как показал, есть проблемы хронические спиной. Взяли Тошча, который играл Манчестер, но не просто так Манчестер от него отказался, то, что тоже, как видим, постоянно травмируется парень. Вот, Денис, на самом деле, вот эта повышенная травмоопасность, да, там, игроков, вот это одна из главных и ключевых претензий была к ЦСКА, не к ЦСКА, точнее, а к тренерскому штабу, поскольку каждая структура клуба, она закрытая достаточно, а ЦСКА уж тем более, поэтому, естественно, когда вот такой информации на выходе нет, то почему такая травмоопасность? Все начинают обвинять тренеров, не те нагрузки, да, не те же. Так это же самый первый вариант, который приходит. Кстати, как говорят, какие-то, ну, серьезные проблемы с желудком, и это тоже, ну, это уже сказалось, он там не выходил на матчи сейчас, вот он не полетел на сбор в Китай, тоже, возможно, может быть, какой-то рецепт. То есть ЦСКА, он с одной стороны берет сильных очень игроков за адекватную цену, но при этом вот Марк Гонсалес, Тошич, Думбия, у каждого из этих игроков есть какие-то вот хронические такие штучки, которые потом сказываются. Ну, у Тошича в меньшей степени, да, Марк Гонсалес в большей степени, но, вот, скажем, какое-то открытие сезона я пока не намечаю. Я не думаю, что Урал станет этим открытием, или тем более уж Томь, так сказать, да при всем уважении к этим коллективам, ну, лифтерами, такие клубы часто называют, но мы надеемся, что вот опять-таки сибирский характер и уральский такой мужицкий характер, он поможет этим командам, но, к сожалению, на данный момент я не вижу что-то такого, вот прям, ну, как эксперт, как просто болельщик. Вот за исключением печального случая в Томске, хочу отдельно по нему остановиться, вот, Александр Никулин, такой был специалист, точнее, не специалист, это болельщик, это первый фанат, выходец с фанатской среды, который с помощью борьбы за клуб, то есть вот эти акции протеста, значит, сбор денег, обращение к президенту и так далее, он добился права стать заместителем генерального директора клуба, это уникальный случай для России, и вот, к сожалению, в этом сезоне мы узнаем, что его из клуба сейчас уволили, по какой причине, я не знаю, но это печальное событие. Уважаемые мои гости, когда мы сейчас с вами обсуждали перспективы наших клубов и называли среди тех, кто будет бороться за чемпионство, русских фамилий прозвучало три штуки, да, Кокорина мы вспомнили, Аршавина и еще парочку русских, это Думбия, это Тошич, это ЭТО, это все, кто угодно, русских фамилий минимум, вот это вот лимит на легионеров, количество игроков русских и количество игроков в иностранных вызывает, конечно, у меня недоумение, возмущение, мы когда-нибудь придем к тому, чтобы российский чемпионат был российским, а не бразильско-камерунским? Не, ну как мы в современном мире мы не придем к тому, что, да, при всем желании, что у нас будет... То есть на банке будут сидеть Иванов, Петров, Кузнецов, Сидоров, а играть будет Зимбабве, Камерун и... Более Зимбабве у нас нет, слава богу, игроков оттуда. Сейчас ищут себе из Зимбабве. отличный выбор тогда. Поздравляю эту команду. Но я хочу сказать, что вот о чем мы в начале нашей передачи говорили в привязке к болельщикам, да, а на самом деле более глобально, если посмотреть на ситуацию в нашем футболе, то был нужен не закон о болельщиках, а закон о футболе. То есть вообще вот с моей точки зрения необходимо сломать всю старую систему российского футбола, да, с ее, в общем-то, порочными многими вещами и создать на ее месте новую, современную, основываясь на мировом опыте. К сожалению, вот в первую очередь я думаю, что, к сожалению, опять-таки, да, Николай Александрович Толстых это не удастся сделать и не удалось сделать, очевидно, там какое-то разочарование в его работе происходит. И я не вижу пока вот как бы вот в нынешней системе ну какого-то такого определенного просвета, чтобы и стадионы были, они будут только там к 18-му году, чтобы как-то инфраструктура наметилась, да, против болельщиков выступают. А вот эти вот цены огромные, Кокорин продается за 20 миллионов евро, Тевис за 11. Это просто смешно, понимаете? Не стоит, конечно, таких денег, Кокорин при всей перспективности. При всей, да, просто вообще. Хорошо, скажите мне, мы возвращаемся все равно к легионерам. Семь это много? Много для чего? Для российского чемпионата. А, ну, вот с моей точки зрения, надо серьезно думать что-то по вот этому легионеру, ну, по-моему, семь это нормально все-таки, да? Ну, как нормально? Ребят, смотрите, у нас есть детские, юношки, спортивные школы, в которых приходит 150 человек. Максимум два из них добиваются права участвовать. Кто им мешает? Им кто мешает это делать? Тренеры, которые приходят и говорят, ребят, вот ты сегодня сидишь, мне нужен результат, поэтому я поставлю какого-нибудь Джона вместо того, чтобы поставить тебя Иванов. Вся проблема в психологии игроков и в их воспитании и в той среде, в которой они растут. Посмотрите на них, с ними не о чем говорить. Они выходят оттуда по уровню пятиклассников, понимаете, во многом. К сожалению, вот таких интеллектуалов, как там Широков или Семак, это вот надо с ним согнем. Интеллектуалов в каком? В футбольном плане? В головах, чтобы человек и работал. В интеллектуальном смысле, да? Посмотрите, какие у нас игроки. Они уже чуть-чуть добившись, они просто сходят с ума и футбол для них просто заканчивается во многом, да? И вот даже мой клуб ЦСКА за последние там восемь или десять лет двух игроков только из школы взял. Щенников и Акинфеев. При этом Щенникова как раз ставили искусственно. Слуцкий об этом говорил, что ему говорили надо сласть Слуцкого, потому что он свой. А молодежь не пробивается, но не потому, что ее там не берут. Вот лимит действует, и казалось бы, ну вот в рамках лимита проходите, пожалуйста. Но посмотрите на... Ну что такое четыре игрока в стартовом составе, когда семь идут из... Никто же не заставляет только четыре. Никто не заставляет ставить семь. Если вы поставите пять российских игроков, то сразу штраф и... Вы мне, в общем, Денис тоже не помощник, вы тоже за такое количество. Дело не в помощнике, мы футбольные люди, и мы видим, что происходит. Посмотрите на нашу молодежную сборную. Я не буду говорить про юношескую сборную. Хамухи — это такое большое счастливое событие. Посмотрите на нашу молодежку. Убери из нее Дзагоева, и там нету выделяющихся игроков вообще, в принципе. Ну да, я считаю, что талант настоящий всегда пробьется. Вот Жирков был талантом, он вытеснил Осмара Феррейру, хотя за Феррейру вы заплатили там пять миллионов. Вытеснил за три месяца. Хочется, в общем, российских футболистов хороших, с головами и с умами. Спасибо вам, я желаю вам хорошего футбола, я желаю, чтобы вы получили удовольствие от стартующего чемпионата России. Спасибо вам, мы болеем за наших. Болеем.